Сегодняшняя наша лекция будет на такую составную тему. Мы поговорим о истории религии, о истории лингвистики и об истории понятия душа. Во-первых, почему эти три темы все вместе связаны, почему я их так объединил? Во-вторых, вообще зачем стоит изучать эту тему, эти темы? Дело в том, что они очень плотно соединены одним важным элементом, как эволюцией сознания, эволюцией понимания терминов, эволюцией вообще любой сущности, которая находится в окружающем мире. Когда мы говорим о том, что существует эволюционная теория развития, мы подразумеваем какие-то биологические сущности, тела, организмы и так далее. Но эволюции подвержены процессы, абсолютно все процессы. И также эволюции подвержены процессы понимания человеком окружающего мира. В данном случае технологический прогресс, наука, научные познания, расширение кругозора человека, умение манипулировать окружающими предметами — это все подвержены эволюции. Таким же образом подвержены эволюции были и социальные образования, социальные законы, социальные конструкции. Таким же образом эволюции были подвержены и лингвистика, и понимание смысла, и конструирование слов, и манипуляции со словами, возникновение языков, их трансформация, их усложнение, их исчезновение — это все эволюционный процесс. Хотя некие люди, которые занимаются этими вопросами, которые называют себя учеными, хотя для меня слово «ученый» — это просто человек, который что-то учит, а у них другие взгляды у многих, я не собираюсь с ними спорить, потому что не вижу в этом практической надобности, не вижу цели, которые нужно достичь в этом споре. Если бы я обладал стратегией, что мой спор с каким-то институтом или организацией приведет меня к положительному результату, я их всех в чем-то смогу убедить, и тогда что-то произойдет кругом меня, тогда бы я с удовольствием этот спор затеял, принимал бы в нем участие, аргументировал, доказывал. Но не вижу я, как это сделать, потому что машина эта очень большая, да и нет у меня такой надобности. Давным-давно для себя я выбрал стратегию создать просто некую программу, которая бы использовала мои наработки, открытия, и уже в ней можно было увидеть правоту или неправоту моих концепций, моих идей. Поэтому спором мы заниматься не будем, я просто в этой лекции расскажу о том, как я вижу историю религии, как я вижу ее роль, откуда она появилась, почему, что в нем хорошего в ней, что в ней плохое, вообще что это такое. Это очень сложный, наверное, главный вопрос. Расскажу в этой лекции, как я вижу историю лингвистики, историю возникновения языка, как он трансформировался, что будет дальше с нашим языком, какие связи между языками разных народов. И расскажу о понятии таком, как душа. Очень многие ее используют, это понятие, ссылаются на него, хотя единого какого-то мнения о том, что это такое, нет. Ну, у этого понятия, как у любого другого, есть своя эволюция и вкратце можно отоснуться и объяснить, что это такое. Хотя, казалось бы, понятий очень много. Наш язык достаточно большой. Если разобраться, то в русском языке, ну, таких основополагающих лем, да, в столе, супер-супер лемы, их достаточно много. И фактически можно каждую из этих идей развивать, объяснять, откуда появилось, что означает. Но это не настолько интересно, насколько, насколько интересно понятие душа. Почему интересна лингвистика? Тоже всем, по-моему, очевидно. Потому что нам интересно, как мы, почему мы так разговариваем, почему существуют разные языки, и в чем у них различия, в чем они одинаковые. Ну, а религия это вообще нечто такое священное. То есть, посмотрите кругом. Фактически все, что сейчас в мире происходит негативного, это война между, война, да, в скобочках, между религиями и какими-то верованиями, и научным прогрессом, научным миром. Если эту войну остановить, то будет намного лучше в окружающем мире. Я считаю, что мои лекции на эту тему, они хотя бы кого-то могут успокоить и объяснить им все это на пальцах простыми, какими-то словами доступными. Ну и многие мои слушатели постоянно меня спрашивают на эту тему, их это интересует. И вот у меня будет возможность отсылать к моим видео на эту тему, чтобы не объяснять это долго в каких-то комментариях, постах или блогах, а просто отсылать к этой лекции. Начнем, пожалуй. Первая часть это история религии. Вообще нужно понимать, что такое история. И потом отдельно нужно понять, что такое религия. Я в своей лекции на первом семинаре, который я проводил, который касался еды и его воздействия на тело, в первый день моей лекции, моего семинара касался истории религии и о том, как тема еды вышла из религиозной составляющей, как она связана с религией, как она связана с христианством, ну вообще с любой религией. И это была такой шокирующей информацией для многих, потому что я показал некий другой взгляд на эти вещи. Вот, пожалуй, в первой части нашей лекции мы будем обсуждать конкретно эту тему. Итак, стоит различать науку, историю от истории. Наука-история, она еще не зародилась. И я думаю, в ближайшие десять лет, может даже больше, начнет зарождаться такая научная дисциплина, как история. Почему я так утверждаю? Потому что современные методы, с помощью которыми изучают события, которые происходили в прошлом, они не научные. Можно со мной поспорить и сказать, а как же там дендрохронология и радиоуглеродный анализ и изучение текстов и так далее. В этом есть очень большой и серьезный подвох. Дело в том, что он опирается на такое понятие, как временную шкалу. И у всех этих подходов в датировании тех или иных артефактов нет чистоты экспериментов. Что радиоуглеродный анализ не является сугубо точным методом? Если вы сами окунетесь в процесс проведения эксперимента и посмотрите все составляющие, каким образом происходит эксперимент, то вы убедитесь, что там не существует чистоты эксперимента. Повторить его с получением тех же результатов или сделать анализ, не прибегая к каким-то изначальным допущениям невозможно. Поэтому существует очень много фактов, что разные лаборатории давали совершенно разный анализ по углеродному методу датирования одних и тех же образцов. Дендрохронология это вообще нечто такое субъективное, имеющее какую-то шкалу, по которой все меряют. То есть такого вот очевидного, четкого и понятного подтверждения, к какому году отнести тот или иной образец, его не существует. Поэтому история является достаточно мутным таким образованием, в котором очень легко запутаться, которым легко манипулировать, мистицизм какой-то туда приносить, запутывать людей, ссылаясь на те или иные якобы факты в истории, якобы документы и говоря о том, каком времени отне относятся. Я думаю, что очень много будет споров еще по поводу правдивости или неправдивости тех или иных исторических документов и так далее. Поэтому это не наука, это скорее всего такая гипотетическая сфера умственного человека. Наука же подразумевает проведение независимых объективных экспериментов и подтверждение их в разных условиях, что с историей сделать невозможно. Но сейчас существует такое новое явление, которое начинает зарождаться, это изучение манипулирования большой информации, big data и так называемой. И даже есть уже ученые, которые называются big data scientists. Это аналитики, которые знают, как из большого объема данных сделать какие-то выводы. И существуют уже даже специальные программные комплексы, которые позволяют делать этот анализ. С этой точки зрения, скорее всего, если кто-то, какая-то группа людей проведет достаточно объективный анализ исторических документов, то когда-нибудь мы получим кириально науку, историю. К великому счастью, попытки уже такие были и есть. И я на своих лекциях на них ссылался. Естественно, те, кто не понимают, что такое big data, что такое большие выборки, что такое градиентные анализаторы и так далее, и так далее, что такое изучение статистического, что такое изучение статистики, что такое анализ статистический. Если люди не разбираются в этом, то понять им работу этих людей, которые пытались систематизировать исторические документы с точки зрения big data и сделать какие-то выводы из этого, понять им такую работу невозможно. Поэтому эти ученые, конечно же, изгои. Общественностью, которые ничего в этом не понимают, они непонятны. И нападки вот этих типа историков большие на них, яростные просто. Но мне, как инженеру, неинтересно было исследование. Я просветил некоторое время о том, чтобы изучить их выводы. И они очень четко легли в мое мировоззрение. Мне они очень понравились. Конечно же, там тоже есть ошибки, неточности. Но, в общем, это правильное направление. Я думаю, что у таких, у такой работы, у такой, у этой науки есть большое будущее. Да, я говорю о новой хронологии Фоменко-Носовского. Не буду ее объяснять, что это такое. Вкратце только расскажу. Если хотите действительно изучить, то есть масса книг этих авторов, которые дотошно, с выводами показывают, рассказывают, какой у них есть новый взгляд на хронологию. А вот уже получив научно подтвержденную хронологическую последовательность неких событий из прошлого, которые зафиксированы в неких артефактах, уже тогда можно попытаться из истории сделать науку. До этого момента это просто билетристика, не знаю, журналистика, блогерство, ну, не больше. То есть любого традиционного историка можно считать просто блогером, который как-то по-своему интерпретирует какие-то факты. И даже не факты иногда, а какую-то информацию, которая запечатлена где-то. Вот так скажем, надо аккуратно относиться к терминам, когда касаемся вот этой темы. Что они сделали? Это группа ученых, это русские ученые в МГУ, Фоменко-Носовский, они проштудировали всю доступную письменную информацию, сделали анализ ее на, он очень большой, обширный, на даты, на схожести, на схожести повествования, на, ну, в общем, они применили большой очень спектр статистического анализа и пришли к выводу к тому, что наша история, она достаточно короткая, то есть письменность современного человека, она насчитывает порядка 900 лет, может, даже чуть меньше, ну, в общем-то, до 1000 лет. А все остальное, что вот это типа наука, история приписывает более древним временам, это все, либо специально, отправленные в такую древность документы, информация, либо случайно, с помощью каких-то ошибок, неправильной трактовки, но в основном это было сделано специально, из-за политических целей, экономических целей, не знаю, даже каких-то, ну, не знаю, юридических целей, в общем, с целью скрытия преступлений, скажем так. Уголовных, вот так подберем правильное слово, уголовных мотивов. Ну, и поэтому каждая страна, она пытается создать такое информационное поле вокруг себя, что она самая старая, а каждый ученый пытается, когда он что-то нашел, объявить это самым-самым старым. Ну, это такие желания выглядеть достойно на фоне той информации, которой эти люди в данный момент обладают. Вот. И подразумевая, что если верить этому факту, и не то чтобы верить, а проверить, почитать, узнать, убедиться, не просто там, что эта книжка была написана в таком-то году, это не факт, ну, докажите мне это, и там, какого года она реальна, эта книга, кто ее писал, и не переписана ли она, и сколько страниц из нее вырвано, и где тут ошибки, и там, и кто автор, и кто заказал, и кто заплатил, и для какой цели, ну, в общем, масса вопросов всегда возникает. Ну, даже сейчас вы, когда читаете журналистов, смотрите их, особенно в России, там, ну, в любых других странах, вы же понимаете, что есть цензура, что есть заказные материалы, что есть проплаченные материалы, что есть искажение фактов, ну, а теперь плавно представим себе, что было тысячу лет назад. Это было сделать проще, скрыть улики еще проще, и пользоваться этим постоянно, и все знаете о том, что очень много фальшивок, особенно этим славились средневековые времена, особенно этим славились китайцы, и славятся сейчас, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, если все это так монотонно, кропотливо, в одну кучу свести, то мы разберемся, поймем, что у нас была история у цивилизации нашей, но она намного короче. И это приводит к одному единственному интересному выводу, который меня поразил из всего этого, что развитие цивилизации шло плавно, по экспоненте, никаких там провалов не было, не было никаких забываний культуры, каких-то откатываний назад, не было каких-то непонятных открытий пороха, там, колеса, еще чего-то, железа, без открытий компонентов, которые нужны для их изготовления. Эти парадоксы, они всех заставляют очень серьезно почесать репу. То есть ничего этого не было, все было правильно, все было ровно, все было последовательно, шаг за шагом, эволюционно, и имеют какую-то определенную точку, начало, это точка начала, зарождение нашей письменной цивилизации. Тут нужно сделать упор на слово письменной цивилизации, потому что, скорее всего, до письменной цивилизации было и другие поселения, социальные группы, которые что-то там могли делать, но то, что они о себе начинали оставлять, это возможно благодаря письменности. Поэтому начало письменности это самый интересный момент, который, благодаря которому, благодаря возникновению которого, мы можем изучать то, что происходило в древние времена. И вот эти ученые, они сделали такое изучение, они применили определенный математический анализ к текстам, к картинкам, к наскальным рисункам, но, в общем-то, по большому счету, изучили изображение всех этих источников. Там важную роль играла датировка, хронология, они изучали гороскопы, те способы, которым в старые времена датировали, обозначали дату написания этого документа. Это были начертания звездного неба на тот момент, когда что-то происходило. И они из всего этого сделали такой вывод, о котором я уже сказал. И повторю еще раз, что когда я это прочитал и понял, что они правы, хотя, опять-таки, скорее всего, их методы будут усовершенствоваться и будут какие-то незначительные или значительные поправки, но общая картина это не изменит. Одно очевидно, что никаких там 10, 20, 30, 2, 3 тысяч лет назад не было, как источника письменности каких-то артефактов, а возможность человеком записывать что-то, включая, наверное, даже наскальные записи, эта возможность появилась в районе тысячи лет назад. До этого времени люди жили как приматы, как обезьяны, и жизнь их вряд ли была похожа на то, как мы сейчас живем, хотя бы в минимальной степени. То есть это были совершенно другие существа. И когда я это понял, сразу же мои работы по лингвистике, по изучению связи языков, их родственности, они как-то получили хороший аргумент, подкрепление, хорошее подкрепление, хороший фундамент в виде вот этой вот информации. я понял, что раз так, то мои изыскания, они абсолютно правильные в точку, а заключается не в том, что эволюция была присуща и языку, и как человеческому телу она присуща, и как окружающей нам биологической биосфере, то есть биологическим видом, так она присуща и тем действиям, которые человек совершает, и тем способом манипуляции с окружающим миром, который он совершает. Мы это видим на наших глазах, развиваются технологии, придумываются новые предметы, новые технологии, новые способы создания каких-то предметов, то есть мы эволюционируем, да и биологические исследования показывают, что тело человека еще там 500 лет назад, 600, оно было другим. Вот. И стало очевидно, что эволюция языка присутствовала, и когда-то он был очень простой, примитивный, и дошел до того, каким он стал сейчас. И стало очевидно, что и социальные устои, они тоже эволюционировали. И тут мы плавно переходим к теме религии и ее эволюции. Я попытался, когда я изучал влияние еды на человека, попытался понять, почему так сильно в первичных источниках религиозных такой сильный упор идет на на еду, на питание, на способы манипуляции с едой, на правила манипуляции с едой, на законы, которые как-то ограждают человека, запрещают что-то или наоборот позволяют. и пришел к такому выводу, что все это плавно очень вписывается в такую концепцию, что люди начали собираться в сообщество и размножаться активно и жить друг с другом только когда между ними начали появляться какие-то договоренности о нормальном сожительстве без нанесения вреда друг другу. Мы знаем, что жизнь такая цивилизация зародилась в Месопотамии это в районе в общем-то в Африке в таком оазисе, который раньше был намного пригоднее к жизни чем сейчас вследствие того, что климат изменился людям нужно было возделывать свой урожай возделывать земли и они постепенно начали сообща каким-то образом группироваться и добывать себе еду. И очевидно, что в определенном месте при определенных условиях какая-то группа людей она стала более развитой чем другие племена. и они начали использовать некие предметы приспособления чтобы возделывать свою еду возделывать там пищу для себя как-то добывать это развило и кумб способности и они эволюционно опять-таки мы говорим о эволюции стали более умно относиться к предметам вокруг себя и стали из них моделировать всякие приспособления включая орудия труда включая военное орудие включая какие-то приспособления для отпугивания врагов для убийства врагов и так далее и развиваясь эта группа людей в принципе рано или поздно должна была покинуть свое место обитания в связи с перенаселением определенное не завоевывая другие территории и это очень важный момент от него как бы все отталкивается если представляем такая группа людей с какими-то инструментами уже заточенными с такими-то луками стрелами топорами неважно с какими уходит на другие территории и встречает там простые племена обезьяноподобных существ то они естественно натыкаются на определенную агрессию с их стороны начинается какая-то перепалка война и естественно идет вопрос уничтожения друг друга и побеждают конечно те кто более цивилизованнее более развитые с точки зрения обладания орудиями определенными там же уже начинает и коммуникация развиваться в этом племени какие-то символы знаки какие-то предупреждения друг к другу достаточно грамотные более сложные чем у непонятных древних племен которые рядом обитают которые не образованные естественно все это им дает большое преимущество и они побеждают противника если же развитие разница в развитии между такими племенами достаточно большая то автоматически будет возникать желание как-то успокоить угомонить эти племена подчинить их себе заставить их работать на себя ну то есть просто используйте как рабов нужно понимать сейчас давайте окунемся в очень большой сложный такой элемент представьте себе попробуйте себе представить как жили древние времена вот в те первобытные когда еще не было ни религии ничего эти первые сообщества на чем базировались их взаимоотношения на самом деле это очень сложная тема и нужно обладать большой фантазией и такой скажем объективностью чтобы представить себе эту ситуацию представьте что у вас нет ни одежды ничего вот просто джунгли и общаетесь вы очень примитивно и ваши инстинкты основные они ничем не ограничены то есть не существует каких-либо правил запретов в вашем сознании которое бы вам вас заставило тормозить нет просто тут мы плавно приходим к такой теме как каннибализм на самом деле каннибализм это наверное тот момент тот то явление которое вообще сделало из нас цивилизацию из людей то есть от лучения человека от каннибализма вычеркивание своей жизни и жизни общества вот таких вот вещей это и делает нас людьми ну а вследствие каннибализма там эволюционно давайте продолжать эту мысль исключение убийства гуманное отношение к больным к раненым к старикам и так далее это все отголоски запрета на поедание себе подобных и если почитать огромное количество источников старых древних у меня что-то слово древнее я постоянно произношу как ругательство что когда говоришь древнее у каждого свое понятие о древности когда это было я говорю древнее это тысячу лет назад хотя чтобы вам описать правильно этот образ голову он у вас должен ассоциироваться с пятью десятью тысячами лет годами назад потому что информация о вашей голове из учебников она ну должна рисовать эту картину примерно десятью тысячами лет назад я же говорю о тысяче лет назад так вот если почитать эти источники то каннибализм это было повсеместное и обязательное и обязательное явление я на фоне поставил фильм без новой хронологии про историю не буду включать звук чтобы он нам не мешал но думаю визуальный ряд будет интересно дополнять мои мои рассказы лекцию я делаю не такую уж большую не длинную если на семинаре по жизни без еды я вел тему в районе семи часов то сейчас наверное мы упремся в полтора часа максимум я думаю я буду опускать некоторые моменты и примеры и дам вам повод самим изучить эту тему так вот явление каннибализма это было постоянное и вездесущее явление почему потому что так было проще представьте ситуацию нет холодильников нет никаких способов как-то сохранять свои продукты питания нет культуры возделывания урожая нет ничего то есть что увидел то и съел естественно нет я пытаюсь сейчас вам картину эту просто в голову бить как это все было пытаемся вместе с вами анализировать нет медикаментов нет средств первой помощи нет гигиены нет нет возможности укрыться от насекомых ящериц крокодилов всяких зверей в общем смерть это явление которое присутствовало кругом везде и постоянно и моральных законов нет моральных каких-то устоев нет ничего этого нет съесть себе подобного это было нормой съесть труп который умер это было нормой люди умирали очень рано средняя продолжительность жизни была как у зверей 20-30 лет а может даже меньше 40 максимум максимум постепенно она начала увеличиваться продолжительность жизни вследствие того что люди начали бережно относиться к своему телу и защищать его от внешних воздействий негативных но это все добывалось путем проб и ошибок путем накопления определенного негативного опыта вот ну и когда некая группа людей с более развитой технологии приходила на территорию вот этих вот племен с культурой каннибализма естественно у этих племен было желание их съесть и ну использовать обычный свой образ жизни особо не парить теперь представим что эта группа людей сейчас я выключу тут бегающий сайтик представим что это группа людей которая обладает неким технологическим преимуществом уже достаточно развилась и они научились строить кое-как или и у них есть оружие труда и у них есть одежды и у них есть орудия войны достаточно серьезные естественно раз это все существует у них есть некие наборы правил сосуществования друг с другом и есть некие люди которые следят за тем чтобы эти правила соблюдались это я говорю о первых зачатках такого социального управления в группе людей вот у меня первый тезис который можно высказать это убрав слепое желание убивать друг друга можно контролировать размножение гарантировать себе сохранность и управлять территорией это создает мораль и право когда такая группа людей приходит на территорию неандертальцев условно говоря живущих в пещерах либо в гнездах то простое желание с теми моральными правилами просто их починить себе и второй тезис который я бы хотел сказать это внедрив технологическую еду можно привезти людей к территории крепости если вы приходите на территорию которая вам нравится вы начинаете обустраиваться что-то строить если вы умеете это строить естественно вокруг чужеродные поселения или даже не поселения а просто тропы где бегут эти непонятные полуживотные полулюди они на вас нападают вы пытаетесь либо их убить либо починить починить вы их можете одним единственным способом таким же точно каким вы починяете животных в своем доме это кормеж 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 сейчас я делаю паузу и более умные ребята из вас начинают тут же достраивать логическую цепочку куда я веду к чему то есть первых аборигенов которые встречают более цивилизованную группу людей их просто-напросто нужно либо уничтожить либо починить а починить мы можем только приучить их к еде к культу еды он большой в нем очень много аспектов это как добывать еду как сохранять еду как распределять между друг другом еду как прекратить убивать друг друга и как прекратить поедать друг друга процесс такого обучения приучения очень долгий и должно пройти несколько поколений чтобы люди потихоньку начали приучаться к этому как ни странно еще в прошлом веке да еще скажу и сейчас я вот недавно на фейсбуке встретил несколько видеороликов когда в Африке просто оскорбленные соседи чемнокожие люди тупо берут и варят суп из головы соседа спокойно его поюдают и прямо есть видео где его берут с поличным а он даже не сопротивляется хотя при этом он одет нормально у него там дом нормальный и варит он его отнюдь не в лесу эту голову а у себя во дворе ну и масса масса примеров даже нет смысла приводить я думаю мои слушатели не настолько глупые чтобы не слышать о них или не попытаться ввести слово каннибализм там современное там 19-20 век и вы найдете эту массу примеров поскольку вы сидите сейчас за компьютером слушать это все я даю вам это право на лекции я приводил их читал всякие выдержки современные выдержки из путешествий из рассказов путешественников 17-й век 18-й век и так далее и так далее и так далее то есть чтобы вы понимали что феномен каннибализма он не когда-то очень давно был он до сих пор еще есть в нашем сообществе он еще присутствует вот и он его выбить нужно время нужно чтобы на эту территорию где культивируют эту вещь даже нельзя сказать что это прям культивация это норма 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 жизни особей под названием человек просто чтобы эту норму выбить нужно чтобы на этой территории технологически развитое племя установила свой порядок на достаточно долгое время тогда это возможно если же там оно проиграет его уничтожат и его не будет то эта норма опять восстановится вот такие вот походы завоевания чужих территорий это то что мы называем там конкистой насаждение религиозной ценности другим территориям паломничество миссионерство миссионерство вот это все оно когда ты считаешь что твой образ жизни образ жизни твоего народа он грамотный он правильный и он дает преимущество тебе ты идешь если ты встречаешься с глупыми людьми ты их обучаешь но если они не понимают ну ты их наказываешь вот если взять языческую символику славянских архаических ритуалов вот есть такая книга она так называется если взять всякие монографии всякие рассказы путешественников то вы обрисуете опишите в себе в голове создадите вот тот образ как жили люди не медикаментов не медицинских каких-то норм не гигиенических норм очень примитивные взгляды на тело отсутствует защита от внешних условий очень легко один другого может убить и покалечить и потом выздоравливать очень тяжело в основном все умирали после этого вследствие всего этого уровень жизни очень слабый продолжительность жизни очень слабая и поедание друг друга это нормальные вещи вот передо мной цитаты каннибализма и Геродота и Цицерона и Котляревского и Ноткера и Целера и Рубрука путешествия восточной страны и Геродота по деях и повесть временных лет содержит документальные данные о том что ритуральное умершивление состарившейся женщин продолжалось еще и после прекращения отправления на тот свет стареющих мужчин призывание волхвами лучших жен созвучно предыдущему летописному средительству обезбедении старой чадьи и патерской летописи Марко Поло в 1292 году писал что батаки едят своих родителей когда они состарятся и так продолжалось до недавнего прошлое иногда ели мясо сырым иногда ели его с лимоном солью и перцем человеческую кровь пили через мабуковую трубочку лучшими кусками считались ладони подошвы ног замечает сэр Ральф губернатор Суматры в 18 веке ну вот старыми в старых книжках вот это все просто пестрит вот такие изречения и такие повествования и такие памятки вот миссионеры что они делают они начинают приучать человека к другому культу культу плодородия собирательства сохранения еды и отказа от каннибализма а теперь смотрим чем же возможно заменить эту его привязанность к легкой добыче еды вкусной еды если есть мертвое тело или если ты его сделаешь мертвым вспоминаем нашу христианскую традицию давать тело его и кровь его вкуси это называется ритуал причастия его используют для прихожан церкви для того чтобы там чему-то приобщиться но тут возникает еще один интересный момент дело в том что ритуалы которые сейчас вы видите в церквях в любой религии абсолютно это не те ритуалы которые были в этих же церквях вот в те времена далекие все эти ритуалы мета при они изменились они при претерпели метаморфозы потому что я возвращаюсь к нашей теме эволюция существует у всего кругом так же как и у биологических видов она существует и у социальных законов и у и у и у все и у